Поехали. Поехали. Он сказал «поехали» и махнул рукой. Первый российский скайбот отправился на орбиту, произнеся легендарную фразу Юрия Гагарина. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал на РКЦ «Прогресс». Руководитель госкорпорации поздравил коллектив предприятия с успешным испытательным пуском. Впервые в связке на орбиту вместе отправились корабль «Союз МС» и ракета «Союз-2.1А». Байконуром ушла ракета с активным участием боевого расчета, который был соберут и РКЦ «Прогресс» прежде всего. Поэтому это серьезный большой успех. Пуск был по сложности, наверное, в два раза превышал обычный пуск. На МКС робот Федор доберется 24 августа. Планируется, что он вернется на Землю после того, как проведет несколько экспериментов. Это первый этап роботизации отечественного космоса. Если он пройдет успешно, следующее поколение роботов сможет работать и в открытом космосе. Не только робот Федор придает уникальность запуску. Впервые в космос отправилась российская связка ракет, где не используется украинская система управления. Успешный пуск в том числе и показатели развития завода «Прогресс». Это предприятие флагман. Флагман не только для России, но флагман для всей Самарской области, безусловно, вне зависимости от отраслей. И каждый житель региона очень большим участием наблюдает за тем, как развивается предприятие. Радуется победам, переживает, когда есть какие-то сложности. Во время визита в Самару глава Роскосмоса вместе с руководством региона обсудили на прогрессе создание ракеты среднего класса «Союз-5», которая сможет выводить на орбиту до 17 тонн грузов. Частично она уже передается в цеха. Отчасти крупногабаритные вещи вы здесь можете наблюдать. Здесь визуально уже видно четыре обечайки. В цехе можно видеть еще работы по отдельным станкам по формированию секторов под обечайки. Нами закуплен весь металл на экспериментальной установке, которую мы планируем в ближайшие несколько месяцев сформировать. «Союз-5» станет одним из модулей сверхтяжелой ракеты, которую планируют создать к 2028 году. Лариса Шлафаст, События.